Сегодня сотни тысяч и возможно миллионы людей задаются этим вопросом. Существует ли жизнь после смерти? Что ожидает человека за этим порогом? Для многих людей это все окутано тайной. Миллионы, тысячи людей даже не желают задумываться о смерти, потому что сама мысль о смерти их уже настораживает. Сама мысль о смерти им уже страшна. Они живут так, как будто бы никогда не умрут. Они живут так, как будто бы на самом деле и совершенно не умрут. Людям страшно задумываться об этом. Они не хотят даже думать об этом или размышлять, потому что одно лишь только мышление им об этом уже приносит страх. Но люди умирали и умирают. Сегодня, возможно, ты задумываешься, что будет. Может быть, ты думаешь, что же будет за порогом смерти? Что будет с тобой? Некоторые люди утешают сами себя, говоря, «А ничего не будет. Просто будет наподобие, как выключили свет и темно, и небытие». Они не верят в существование Бога. Они не верят в существование небесного царства или ада. Они живут примитивно, на уровне животных. Они думают, что они просто как животные для того, чтобы родиться, пойти в ясли, в садик, потом в школу, потом в институт, потом в армию, потом жениться, родить детей и умереть. Они думают, что жизнь этим и заканчивается. Но я сегодня хочу тебе сказать, что жизнь этим не заканчивается. Я хочу тебе сказать, что есть жизнь, которая у тебя может быть после этой жизни. И то, где ты окажешься после этой жизни, зависит всецело от тебя, от твоего собственного выбора. Конечно же, ты, глядя на это видео, можешь сказать, что я религиозный фанатик, и я просто верю в какие-то байки, промываю людям мозги о вере в какого-то Бога и о каком-то там небесном царстве. Конечно же, ты можешь сказать, но если есть Бог, чего Он тогда порядок на земле не наведет? Почему люди воюют, болеют, стареют, умирают, гибнут? Почему, почему и еще раз почему? Ты говоришь, если Бог есть, то тогда Он бы навел порядок. Ну а если Он не наводит порядок, то Ему нет никакого дела до этого человечества. Я хочу сказать, что ты глубоко ошибаешься. Бог Он есть, и Бог Он наблюдает за всем. Возможно, ты скажешь, что никакой вечной жизни нету, просто мы пожили, умрем, и на этом конец. Но это неправда. Сегодня существует тысячи, тысячи людей, которые переживали, как это медики называют, клиническую смерть. Они переживали выход своего тела. Из своего тела они видели себя со стороны. Они могут даже рассказать мелкие детали и подробности из того, что они видели, пока они находились на хирургическом столе, пока они находились в коме, пока они находились в состоянии комы, в состоянии, так сказать, смерти, можно так назвать. Откуда? Почему человек может рассказать все, что происходило за пределами операционного стола? Ведь человек лежал в реанимации, и он не мог выйти во время операции за дверь, но он может рассказать все, что он видел. Это говорит о том, что человек имеет такую способность выхода из тела. Да-да. Потому что Библия нам показывает, что человек составляется из души, духа и тела. Человек это, в первую очередь, духовное существо. И однажды твоему физическому телу придет смерть, однажды наступит смерть биологическая. Но твой внутренний человек, твой дух, кем ты по сути и являешься, потому что ты являешься духом, который живет в человеческом, физическом теле. Однажды твое тело биологически умрет. Однажды оно умрет. Все люди рано или поздно умирают от старости, от болезней, от преступников, от несчастных случаев, от катастроф, от всяких различных катаклизмов. Но, по сути, люди умирают. Если ты обратишь свое внимание и хоть раз в жизни призовешь имя Господа Бога, имя Господа Иисуса Христа, то Он обязательно засвидетельствует Сам о себе для тебя. Однажды я обращался к Господу Богу, обращался к Нему молитвенно, и я стал замечать, что Бог, Он в действительности есть. И я поверил Ему, я поверил, что Он в действительности есть, потому что я еще с самого детства обращался к Нему, и Он всегда мне отвечал. Если ты еще в Него не веришь, то я просто предлагаю тебе с искренним и чистым сердцем помолиться Ему. Помолиться Ему в простоте сердца, обратиться к Нему так, как ты можешь. Не обязательно тебе заучивать какую-то молитву. Обратись прямо сейчас, вот так, как ты можешь, по-своему. Но в конце скажи, я прошу это у тебя, Боже, во имя Господа Иисуса Христа. И я уверен, что Бог даст тебе знать о себе, потому что Он каждому человеку дает знать о себе. И когда ты узнаешь, что Он в действительности есть, то уже тебе предстоит сделать выбор. Ведь с каждым днем и с каждым своим дыханием, с каждым ударом своего сердца, ты приближаешься, по сути, к своей смерти. Я думаю, что каждому человеку, рожденному в этот мир, независимо, молодой ты, среднего возраста ты человек или пожилой, тебе стоит задуматься, а что будет после того, как ты умрешь. Ты скажешь, я еще молод и полон сил. Ну да, многие люди молоды и полны сил. Но они умирают. Умирают от несчастного случая, умирают от рук преступников или еще от каких-то вещей. Сотни, тысячи людей и, возможно, даже миллионы умирают. Пока ты слушаешь мое видеообращение, уже кто-то умер. Возможно, сегодня ты услышишь новость, что умер кто-то из твоих знакомых, друзей, родственников. Не имеет значения. Люди умирают. И это факт. Однажды умрешь и ты. Иисус Христос своей жизнью и своим воскресением показал, что после этой жизни, после смерти, которая ожидает каждого рожденного человека в этот мир, есть другая, иная жизнь. Сегодня Иисус Христос предлагает тебе спасение. Спасение твоей души, чтобы ты был спасен, чтобы ты обрел вечную жизнь благодаря Иисусу Христу. Если ты примешь Его в свое сердце, если ты помолишься Ему и попросишь у Него прощения, и осознаешь, что ты греховен, что ты грешен перед Господом, Он обязательно тебя простит. И дарует тебе через твою веру в Его жертву, дарует тебе жизнь вечную и прощение грехов. Сегодня тебе стоит обратиться к Господу. Стоит. Открыть Его Евангелие. А ты можешь сегодня найти Его Евангелие даже в интернете. Тебе не обязательно идти в библиотеку, чтобы купить Библию. Ты можешь прямо сейчас найти в интернете Евангелие и послушать его в аудио формате. Ну или прочитать его в электронном варианте. Иисус Христос в своем Евангелии показывает нам образец жизни, которой мы должны жить на этой земле. Иисус оставил нам прекраснейшее учение, как правильно жить в этой жизни. Многие люди сегодня идут по стопам отцов, дедов, предков. Они имеют кого-то в своей жизни образцом для подражания. Они имеют кого-то в своей жизни как авторитета, как человека, по чьим следам они желали бы идти. Некоторые люди выбирают путь преступников, и они живут по понятиям этого мира. А в этом мире очень много разнообразных и многоразличных взглядов и мировоззрений. Кто-то избирает для себя философский взгляд на жизнь, кто-то избирает для себя взгляд на жизнь политический, кто-то избирает воровской взгляд на жизнь преступный. Люди избирают для себя путь. В этой жизни множество путей. Но так или иначе, все эти пути приводят человека к смерти. Но среди всех этих запутанных следов есть одни следы. Я их называю следы красного цвета. Потому что это следы Иисуса Христа. Это следы Его крови. Он был распят и избиваем за тебя. Представь, ты еще не успел родиться. Ты еще не познал, что такое добро и зло. Ты еще не познал вообще ничего. Но за тебя уже была уплачена цена. И эта цена кровь Иисуса Христа, Божьего Сына. Иисус был распят за тебя и воскрес ради тебя. Ради того, чтобы ты в этой жизни мог быть оправдан перед Господом Богом. И чтобы ты не подлежал суду со всем этим миром, который катится в погибель. Оглянись вокруг. Мир находится в состоянии смерти. В Библии говорится, что в последние времена мир будет подобен Содому и Гаморе. Оглянись кругом. Сегодня мир в состоянии Содома и Гаморы. Гомосексуализм, лесбиянство и прочие различные греховные вещи, они преобладают в этом мире. Зло сегодня люди называют добром. А добро они называют злом. Свет они сегодня считают тьмою. А тьму они считают светом. Злые дела, убийства, смерти, грабежи, они считают добрым или благородным делом. Зло считают нормальным и допустимым. И чем-то таким неотъемлемым от нашего человеческого общества. Но это не так. Все вещи, которые творятся в этом мире, они творятся по вине самого человека. Не по вине Господа Бога. Все вещи, которые творятся в этом мире, они все творятся вне воли Господа Бога. И Иисус Христос в своем учении показал нам образец. Сегодня я хочу предложить тебе, чтобы ты начал жить Евангелием Иисуса Христа. Чтобы ты начал им жить через свою веру, через свое покаяние, и Господь Бог обязательно даст тебе своего Святого Духа. Для того, чтобы ты жил тем, о чем Господь Иисус Христос сказал в Евангелии. Кто-то из вас скажет мне, Евгений, мы читали Евангелие, и мы поняли, что жить тем, что там написано в этом мире, невозможно. Я с вами согласен. Человеку самому по себе жить тем, что написано в Евангелии, невозможно. Но если ты примешь Иисуса Христа в свое сердце, если ты позволишь Его Святому Духу войти внутри тебя, то Сам Святой Дух, Он будет жить внутри тебя своим собственным словом. Ведь тебе не надо сегодня напрягаться, чтобы пить, курить, гоняться за девчонками, воровать там, ну или делать какие-то вещи, да, там, неправильные. Ведь тебе не нужно сегодня напрягаться, чтобы быть тем, кем ты являешься. Ты живешь естественно той жизнью, которой ты сегодня и живешь. Так вот, когда ты примешь Иисуса Христа в свое сердце, для тебя жизнь в Господе и соблюдение Его заповедей станут такими же естественными, как твоя жизнь естественная прямо сейчас. Тебе не придется выдавливать из себя веру, святость, христианство. Сам Дух Святой будет проистекать через тебя жизнью Иисуса Христа. Подумай сегодня, где ты окажешься. Посмотри, насколько мир разнообразный, насколько Бог его создал прекрасным. Ты живешь в этом мире, иногда ты смотришь на звезды, на облака, на природу, на реки, на моря, на животных, на людей. Для тебя это настолько стало естественным, и ты даже не задумываешься, откуда все это произошло, для чего это появилось. Ты даже не задумываешься, а зачем ты родился и пришел в этот мир. Я предлагаю тебе сегодня подумать просто об этом. Для чего ты родился в этот мир. Задай сам себе вопрос сегодня. Скажи, Господи, для чего я живу? Для чего эта жизнь? Неужели я живу для того, чтобы работать, ходить в институт? Неужели я живу для того, чтобы мне кушать, есть и потом ходить в туалет? Неужели в этом твой смысл жизни? Неужели твой смысл в том, чтобы употребить наркотики, чтобы блудить, чтобы кушать, или чтобы стремиться к богатству? Неужели это твой смысл жизни? Если жизнь, если смысл жизни заключается только лишь в этом, то жизнь глупа сама по себе. Тогда все, что ты видишь вокруг, оно просто глупо само по себе и бессмысленно. Но это не так. Это не так. У всего, что ты видишь вокруг, есть Создатель. Как картина художника не может появиться сама по себе. Как ребенок у родителей не может появиться сам по себе. Так и все, что окружает тебя в этом мире, не могло появиться само по себе. У всего, что ты видишь вокруг, взгляни на небо, взгляни на облака, на звезды, взгляни на деревья, на птиц, на животных, на людей. Оно появилось не само по себе и не от какого-то большого взрыва. И не от какой-то кипящей лавы оно зародилось и появилось. И не из какой-то амебы. Как у картины есть художник. Сегодня мы можем восхищаться великолепными шедеврами, которые создали люди. А ведь за каждой картиной стоит определенный человек. И те картины, которые ты видишь в своем доме, или те картины, которые ты видишь на выставке, все эти картины вышли из разума определенного человека. Так и все творение, которое окружает тебя, оно вышло из разума величайшего творца, Бога. Ты скажешь, что-то Бог плохую картину нарисовал. Что-то я вижу одни несчастья и беды. Да, но это не Бог нарисовал такую картину. Человек внедрился в программу Божью, ослушался Бога, позволил дьяволу властвовать, позволил дьяволу взять кисти, кисти в его руки. И сам человек позволил дьяволу намалевать, нарисовать, испортить своими красками. Сам человек позволил дьяволу испортить всю шедевральную картину Божью. Ты скажешь, Евгений, моя жизнь плохая, все плохо в моей жизни. Неужели Бог написал картину моей жизни такой? Нет. Картину своей жизни рисуешь ты сам. Своим исповеданием, своими словами, своим мышлением, своими поступками. Ты сам, ты сам, никто иной, именно ты сам рисуешь картину своей жизни, своим поведением, делами и поступками. Потому что в Евангелии говорится, что человек сеет, то он и пожинает в свою жизнь. О чем ты мыслишь в сердце? Каков ты в сердце своем? Таковы твои поступки. А каковы твои поступки? Таково и сердце. Потому что все, что в жизни человека, все происходит от избытка его сердца. Твои уста, твой язык, твои слова, твое поведение, твоя жизнь, внутренняя и внешняя, все от избытка твоего сердца. Потому что от избытка сердца говорят его уста. И сегодня Иисус Христос, Он сказал в Своем Евангелии так. Я пришел дать жизнь, а не дать ее с избытком. Я пришел, чтобы дать вам мой мир, а не так, как дает этот мир вам. Я пришел дать вам мою радость, совершенную. Не такую радость, как в этом мире, временную, коротковременную. Не такую радость, как в этом мире, когда ты напился, накурился. А по сути, душа осталась пустой. Ты свою душу сегодня пытаешься заполнить всевозможными музыкой, песнями, журналами, газетами, телевидением. Не знаю, ты пытаешься курить наркотик, ты пытаешься пить, ты пытаешься иметь девушек, менять их к одну за другой, как менять перчатки, менять, гнаться за всякими вот этими ощущениями. Но твоя душа остается пустой. Ты понимаешь, что в этом счастья нет. Ну а если ты находишь именно в этом счастье, ну, друг, наверное, ты просто живешь на животном уровне. Но я хочу тебе сказать, что ты человек, созданный по образу и по подобию Бога. Ты выше, чем вот та собака, которая бегает по улице. Ты выше, чем любое животное. Ты должен понять, что ты не животное, ты человек с большой буквы. Ты человек. Ты человек, который был создан по образу и по подобию великого Творца, Бога. У тебя есть в жизни цель. У Бога для тебя есть план. У Бога для тебя есть цель, в которую ты сегодня должен войти. Очень плохо, когда ты живешь в этом мире, и ты не понимаешь цели и предназначения для своей жизни. Однажды я точно так же, как и ты, размышлял о смысле своей жизни вечерами. Я задумывался, зачем я живу, для чего я живу, ради чего, для чего все, что я вижу вокруг, кто создал этот мир, и я для чего пришел в этот мир. Ведь у всего есть свое предназначение в жизни. У чайника есть предназначение, чтобы в нем кипятили воду. Правильно? У ботинков есть предназначение, чтобы их носили на ногах. У шапки есть предназначение, чтобы ее носили на голове. У куртки есть предназначение, чтобы ее носили на теле. А у человека каково предназначение на земле? Неужели твое предназначение, как ты думаешь, это ходить, работать, делать там что-то, я не знаю, заниматься какими-то вещами, хотя мы это все и должны делать в этом мире, без этого вообще никак, по сути. Но у тебя, я хочу сказать тебе, может быть новость для тебя, у тебя есть более высшее предназначение в твоей жизни, высшее, одно из твоих предназначений на земле, чтобы ты познал любовь Творца к тебе. Да ты скажешь, неужели это так просто или примитивно? Нет, это не примитивно, хотя это слишком просто. Но самое первое, чего желает Бог, чтобы ты в этой жизни познал Его, а познавая Его, ты познаешь цель предназначения в своей жизни. Во Христе Иисусе, когда ты находишься, у тебя нет страха перед смертью. Многие люди сегодня боятся смерти. Они боятся. Но верующий человек ее не боится, потому что он знает, не просто в это верит, не просто верит в это, но он знает, он в этом убежден, что после этой жизни есть иная жизнь. И самое лучшее, ведь эта жизнь, друг мой, она у тебя закончится. Не сегодня так завтра, не завтра так, через несколько лет, но она когда-то закончится. И стоит подумать, что же ждет тебя. В Библии говорится, что наша жизнь это пар, который является на малое время. Некоторые люди говорят, ну мы еще пока погуляем, поживем, а потом, на старости лет, мы покаемся. А сначала мы будем все делать, мы повеселимся, поживем в свое собственное удовольствие, а потом уж, когда нагрешимся, покаемся. Друг, у тебя может и не быть потом возможности и шанса покаяться. Или ты не знаешь, что сегодня тысячи людей умирают во сне. Во сне умирают, они спокойно легли спать, а глаза свои открыли или в аду, или в небесном царстве. Сегодня ты, возможно, видел и много раз был на похоронах, ты видел, как священники отпевают людей и все говорят, царство ему небесное, он был хорошим человеком. Возможно, и ты так говорил о ком-то. Царство небесное этому и тому человеку. А задумывался ли ты хоть раз? А находится ли он действительно в небесном царстве? Почему-то все священники и большинство нашего православного народа, все думают они, что священник придет, заупокойную прочтет, помолится, поставит свечки и душа пойдет в небесное царство. Сегодня, мне кажется, православная церковь и большинство людей, всех усопших, отправляют в небесное царство и говорят, царство небесное. Но это не так. Уверен ли ты, что твой знакомый, твоя знакомая, твой близкий человек, который умер, уверен ли ты, что он пошел в небесное царство? О, друг, в небесное царство люди приходят только через веру в Господа Иисуса Христа, через прощение своих грехов, через принятие Его своим спасителем. Люди приходят в небесное царство. Иного пути не существует. Сегодня пора задуматься, не только подумать о своей естественной жизни, как ты будешь жить, во что ты будешь одеваться, где ты будешь ночевать, чем ты будешь питаться, на ком ты будешь жениться, выходить замуж, или где ты будешь проживать. Не только об этом сегодня нужно задуматься. Это не является основной темой твоей жизни. Основная тема твоей жизни должна быть о том, чтобы ты задумался, где ты будешь в конце этой жизни. А она может закончиться, поверь мне, в любое время. Человек, который переходил дорогу и его сбил грузовик, сто процентов об этом не думал и сто процентов даже об этом не знал. Но это с ним произошло. Он встал перед Богом, увидел лицом к лицу Иисуса Христа. Интересно, что же он может ему сказать? Человек, употребляющий наркотики, умер от наркоты, вышел из своего тела и в таком состоянии встал перед Иисусом. Как ты думаешь, что он ему скажет? Иисус у него спросит, что ты сделал со своей жизнью, которую я тебе дал? Неужели я дал тебе жизнь для того, чтобы ты употреблял наркотики, бухал, курил, блудил, воровал? Неужели Бог дал тебе жизнь, чтобы ты отнимал ее у других? Неужели Бог дал тебе жизнь для того, чтобы ты сам ее уничтожал? Нет. Бог дал тебе жизнь для того, чтобы ты насыщался благословениями Господа Бога, который дал тебе жизнь. Одна она у тебя, одна. У тебя другой такой не будет, она у тебя одна. Сегодня она может у тебя кардинально измениться, как у сотен и тысяч людей, которые уверовали в Господа Иисуса Христа. Сотни наркоманов, пьяниц, блудников, воров, преступников, убийц, наркоторговцев и всяких криминальных личностей, преступников или просто хороших людей и интеллигентов. После уверования в Господа кардинально увидели перемены в своей жизни. Убийцы, преступники, многие из таких людей сегодня были изменены Иисусом Христом. Кардинально, что их не узнают ни родственники, ни друзья, ни соседи. Они видят, как человек меняется на глазах из низшего падшего бомжа, низкой проститутки. И они становятся абсолютно другим человеком. Воры начинают работать и жить уже не по понятиям воровским, но начинают работать своими руками, потому что новая жизнь в них входит. Наркоманы, которые курили наркотики, кололи их, нюхали, что только с ними не делали, начинают вдыхать иные ароматы, ароматы жизни, благоухания Христова, вдыхают внутрь себя. Образно, конечно говоря. Они исполняются, такие люди сегодня, Духом Святым. О, поверь мне, исполнение Духом Святым намного лучшее, приносит внутреннее удовлетворение, чем любой из наркотиков или алкоголя. Исполнение Духом Святым – это самое лучшее лекарство от стресса, от угнетения, от депрессии и просто от усталости. Наполнение Духом Святым приносит тебе силы. О, друг мой, я мог бы тебе часами рассказывать, насколько Бог дает благое и благословенное в жизни каждого верующего человека. Ты можешь быть счастливым, даже не имея крутого телефона, не имея крутого ноутбука, не имея крутой машины, не имея крутого дома. Да, ты можешь быть счастливым человеком в Иисусе Христе, даже если у тебя будет кусок хлеба и стакан воды, даже если ты будешь в одиночной камере, даже если у тебя будет смертный приговор, ты можешь быть самым счастливым человеком, если ты при этом все знаешь Иисуса Христа. Конечно же, Он пришел не для того, чтобы сделать из тебя бомжа, или чтобы ты сидел на одних сухарях и в воде, но даже если и такое может быть в твоей жизни, ты можешь быть самым счастливым человеком внутри. Потому что твое счастье, друг, оно должно быть прямо внутри тебя, внутри тебя твое счастье. Внутренний комфорт, удовлетворение. Возможно, у тебя есть друзья богатые, которые ни в чем себе не отказывают. Возможно, у тебя есть друзья, у которых богатые дома, крутые машины, огромный заработок, бизнес, ну и все, что хочешь. Они могут в рестораны ходить и оставлять там огромные суммы денег. Но посмотри, счастливы ли они? Конечно, внешне они могут показывать, что они счастливы. Но внутренне, я уверен, что у них пустота внутри. Пустота. Потому что эту душевную пустоту не заменит и не заполнит никогда ни одно удовольствие, которое мы можем иметь, как люди в этом мире. Потому что душевную пустоту внутреннюю может заполнить только Господь Бог. Потому что Господь Бог и есть настоящее счастье для человека. Внутреннее счастье и удовлетворение. Друг мой, обратись сегодня к Господу Иисусу Христу. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Нет, это не фанатизм, это не какой-то гипноз. Это не завлечение в какую-то секту. Нет. Нет. Просто прямо сейчас обратись к Господу в своей нужде, в своей трудности. Просто поговори с Ним в простоте твоего сердца. И я убежден, Он даст тебе знать о себе. Он мне давал знать о себе всегда, еще из детства, из детских годов, из юношеских, в армии, когда я был. Много раз я молился, много раз. И я видел ответы. Я понял, что Бог есть. И воздает только тем, кто Его ищет. Начни сегодня искать Господа. Я уверен, Он тебе откроется. Он переменит твою жизнь. Я благословляю тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Обратись к Нему. Просто подумай о своей жизни и о том, где ты будешь проводить вечность. Я от всего сердца желаю тебе Небесного Царствия. Не так, как Его желают на похоронах людей. Я искренне желаю тебе Царствия Небесного. По-настоящему, настоящего Царствия Небесного, в которое ты можешь войти, уверовав в Господа Иисуса Христа. Он тебя ждет. Он желает, чтобы ты прямо сейчас открыл Ему свое сердце и принял Его как своего Спасителя. Если у тебя есть вопросы, потому что я сказал, ты можешь позвонить мне в скайп. Если у тебя есть какая-то трудность, просто позвони мне, и я с удовольствием поговорю с тобой. Скайп будет в описании этого видео. Всех благословений тебе. Субтитры сделал DimaTorzok